Ученые Казанского федерального университета исследовали влияние давления на аморфные металлические сплавы. О том, что это за исследование и к чему пришли ученые в нашем сюжете. С точки зрения физики, любая вещь, предметы, которые нас окружают, это материал. Физико-химические свойства любого материала определяются структурой и взаимодействием атомов и молекул. Для того, чтобы знать конкретно, как себя ведет материал в зависимости от тех или иных воздействий, ученые проводят соответствующие экспериментальные численные исследования. Сотрудники Института физики Казанского федерального университета изучили, как ведет себя такой перспективный материал, как сплав никеля и необия, в зависимости от внешнего давления. Выяснилось, что данный материал является устойчивым, он сохраняет свои интересные перспективные свойства на большом интервале давления. А данные свойства меняются кардинальным образом при некотором пороговом давлении, которое также нами было определено. Уникально в данном исследовании то, что большая часть результатов была получена именно на компьютере. Это был не реальный, а компьютерный симуляционный эксперимент. Ученые проводили моделирование, запускался определенный алгоритм, выполнялись определенные расчеты. Рассматривалась реакция этого сплава на самые разные давления, начиная от малых до сверхвысоких. Оказалось, что на большом интервале давления материал реагирует практически одинаковым образом. Но начиная с некоторого порогового значения, физические свойства данного материала меняются кардинальным образом. Почему же выбор ученых остановился именно на сплаве никеля и необия? Дело в том, что не все аморфно-металлические стекла хорошо удерживают аморфное состояние. В основном они трехкомпонентные, то есть состоят из трех и более компонентов. Там может быть никель-ниобия, медь, может быть алюминий и другие компоненты. А вот сплав никель-ниобия – это такой уникальный сплав состоящий из двух компонент, которые хорошо удерживают именно аморфное состояние. Если говорить об аморфном состоянии, то при нем структура расположения атомов напоминает жидкость. То есть атомы располагаются хаотично, но физически свойственно напоминают твердое тело. Например, оконное стекло имеет похожую структуру, свойства, но другой состав. Есть и другая причина, по которой выбрали именно сплав никеля-ниобия. Металлический сплав, он очень интересный в плане своих именно свойств, в плане применимости, потому что никель-ниобий, он обладает очень высокой твердостью, жесткостью, и поэтому сейчас очень востребован в тех областях, где именно нужны такие механические свойства. Результаты исследования представлены в статье, опубликованной в журнале Journal of Non-Crystalline Solid. Елизавета Никитсина, Фариза Хитаглы, Универньюс.